МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарой. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В шаге от победы число коронавирусных больных снижается, но расслабляться не время. Кого включили в новую группу риска? Курсы доллара и евро теряют позиции по отношению к рублю. Стоит ли покупать валюту, чтобы в перспективе заработать? Подробности в новостях экономики. От Самары до Австралии подвиг самарских медиков, работающих в красной зоне, облетел весь мир. Число заболевших коронавирусом за неделю снизилось, а свыше 84 тысяч жителей региона завершили вакцинацию. Об этом и рассказали на оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19. Но расслабляться не стоит. В общественных местах по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Подробнее в нашем сюжете. За неделю число случаев заболевания коронавирусом снизилось на 7,5%. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. По-прежнему наибольшее число заболевших выявляется среди людей с признаками ОРВИ. Часть в результате профилактических обследований. В двух возрастных группах заболевших стало больше. Среди детей от 7 до 14 лет и среди пожилых людей в возрасте 65 лет. Необходимо уделить внимание продолжение соблюдения противоэпидемических режимов, дезинференции и масочного режима. Поскольку люди после праздников сейчас будут возвращаться из курортов, из гостей из других субъектов федерации, не исключен подъем заболеваемости, так называемый завозной. Коллеги, все мы понимаем, что люди давным-давно устали уже. Для кого-то вот это средство, используя средства гигиены, соблюдение простых правил, которые нам санитарные врачи предписывают с самого начала пандемии, стало привычным, а у кого-то просто накопилась уже усталость, и, к сожалению, люди не так внимательно, как мы относятся. Люди устали. Мы с вами устать не можем. Поэтому все меры по контролю дезинфекции, транспорта, общественных мест в помещениях и так далее, и так далее, все это требует исполнения, как и, конечно же, соблюдение масочного режима. Около 80% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. Они обеспечены бесплатными лекарствами. Их запас сформирован на месяц. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Свободный конечный фонд сейчас составляет 44%. Продолжает действовать система долечивания в санаториях. В область поступило всего 161 332 дозы вакцины, из которых на сегодняшний день израсходованы 145 323 дозы. 84 823 жителей Самарской области успешно закончили вакцинацию. Каких-либо значимых осложнений, приемочных реакций у этих пациентов, вернее, у жителей не отмечено. В листе ожиданий сейчас записаны 900 человек. В ближайшее время они смогут привиться. Во вторник в поселке Прибрежный откроется свой прививочный пункт. До этого вакцинация жителей Прибрежного проводилась в управленческом. Это доставляло неудобства, о чем жители сообщили губернатору в социальных сетях. Таким образом, в регионе уже 145 прививочных пунктов. Еще 19 мобильных комплексов, которые тоже задействуют для вакцинации, прибудут в регион к 1 апреля. Михаил Ермоленко, Виктория Шарая. События. Глава Самары Елена Лапушкина совершила объезд Ленинского района. Она проверила, как убирают снег во дворах, особое внимание уделила тем территориям, на очистку которых жители жаловались чаще всего. Кроме того, глава города проконтролировала исполнение поручений по результатам предыдущего объезда. Андрей Горгуленко продолжит. Двор домов 194 и 196 Попушкина всегда очищен от снега. Когда осадков немного, с работой справляется небольшой погрузчик. А во время большой уборки жители идут навстречу коммунальщикам и полностью освобождают двор от машин, чтобы не создавать помех. Во дворе у нас во время уборки снега, во время попадения подосадков мы закрываем все ворота. Люди относятся к этому непониманию. То есть все машины выгоняют? Да, у нас вообще тут машин нет. На спортивной 25Б тоже редко жалуются на уборку снега. Жители сменили управляющую компанию и их работой довольны. Теперь здесь комфортно проводить праздники всем двором. Новый год и Масленицу. Все равно после прошлого года совсем другая картина. Как тут было до этого и как сейчас. Совершенно по-другому смотрится. Глава города Елена Лапушкина проверила не только уборку снега, но и проконтролировала исполнение всех поручений, которые были даны коммунальщикам прежде. Во дворе на Чернореченской 57 летом провели работы по благоустройству. Для жителей сделали парковку и дороги. Но зимой водители стали ставить машины на газон, где растут ели. Жители просят установить дополнительное ограждение. Замесячник по благоустройству, мы этим и займемся. Подождите, ну оградить мы предлагали. Ну столбики, ну что там. Вот так мы это и сделаем. Ну давайте. Вот видите, наш подъезд прям выходит на газон. А что такое? А вот полноценное преображение двора, домов на пересечении улиц Осипенко и Чернореченской еще впереди. Жители принимают участие в региональном проекте содействия. Они уже разработали план благоустройства. Однако в него не включили площадку для выгулу собак, потому что некоторые жители против ее строительства. В качестве альтернативы предлагается участок недалеко от домов на границе Ленинского и железнодорожного районов. У нас там границы есть. Стоят, так сказать, уже долгое время бесхозные эти гаражи. И может быть мы рассмотрели бы как вариант, реализовав план сносы незаконных построек. Теперь специалисты профильных департаментов будут рассматривать возможность реализации данного предложения. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Работу по подготовке города к весне продолжают в администрации Самары. На еженедельном совещании под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко с представителями профильных ведомств обсудили вопросы о подготовке к ремонтным кампаниям и проведению месячника по благоустройству. Сейчас активно идут работы по перекладкам теплосетей и благоустройству дорог, проводятся торги по выбору подрядных организаций, готовится необходимая документация. Особое внимание Владимир Василенко обратил на объемы запланированных работ по замене трубопроводов теплоснабжения. В этом году на их обновление выделено почти 3 миллиарда рублей. Это рекордные средства, которые позволяют отремонтировать около 65 километров труб и снизить количество порывов. Отдельное внимание специалистам службы благоустройства поручено уделить открытию дождеприемников, которые обеспечат сход талой воды после потепления и вывозу снега с городских территорий. Парки, скверы, набережные в полном объеме, особенно обращаю парки и скверы, не дожидайтесь месячника. Сейчас тепло пойдет, народ никого мы не удержим, они все будут на набережной, все будут в парках. Вот это заранее сейчас говорю, и чтобы это было уже сегодня работа бригады, работа подбора мусора и все остальное. Запланированный до конца марта аварийный ямочный ремонт самарских дорог выполнен на 50%. По состоянию на сегодняшний день отремонтировано 5700 квадратных метров покрытия, на котором раньше были ямы. О дорожной обстановке к этому часу расскажет Ольга Хомракулова. Городские службы благоустройства наращивают темпы аварийно-ямочного ремонта дорог. 11 бригад трудятся по всему городу. Сегодня работы велись в районе проспекта Кирова от улицы Старозагоры до Московского шоссе. Эта развязка считается одной из важнейших транспортных артерий Самары. Идет разборка асфальтобетонного покрытия компрессором. Также после нее проводится очистка основания от грязи с четкой МТЗ. Вот там тоже вы видите, она работает. Сейчас вот ждем кохер, будем заливать плитым асфальтобетоном. Ну, где-то уйдет два дня на ремонт участка по Кирову от Старозагоры до Московского шоссе. В работах задействованы пять установок по работе с горячим асфальтобетоном. Большую часть работы именно с бетоном у нас проводится в ночное время. В дневное время идет подготовка. Это площадь Декирова в сторону Старозагоры. По полосе, по этой работе уже сделаны, по противоположной полосе подготовлены карты. То есть в ближайшие дни там зальют и с литым асфальтом. С запланированной до конца марта площадью в одиннадцать тысяч двести квадратных метров подрядчики справились более чем наполовину. По состоянию на сегодняшний день отремонтировано пять тысяч семьсот квадратных метров покрытия, на которых ранее были ямы и выбоины. Начиная с апреля дорожно-ремонтные бригады приступят к работам по новому контракту. Конечно, лучше. Весенняя погода, ямы большие. Для водителей очень трудно кататься по таким дорогам. Так есть, что ямы делают, и замечательно, что это делается вовремя. Мониторинг ведется в непрерывном режиме, поскольку при частой смене погоды могут появляться новые разрушения проезжей части. Напомним, по стандартам все дорожные ямы глубиной от пяти сантиметров подлежат ремонту. Кроме проспекта Кирова, на этой неделе аварийный ямочный ремонт предусмотрен на улице Куйбышева, на участке от улицы Венцика в сторону Льва Толстого. А также на улице Белорусская и в Ташкентском переулке. Ольга Хомракулова, Максим Гусев, События. Искандеры, танки и ураганы прибыли в Самару для участия в Параде Победы. Их доставили из войсковых частей Центрального военного округа, дислоцированных в Оренбургской области. Сейчас боевую технику разгружают с железнодорожных платформ. Это танки, оперативно-тактические ракетные комплексы, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские гаубицы. В День Победы на площади Куйбышева продемонстрируют и бронированные автомобили. Всего в Параде будет задействовано свыше 40 единиц боевой техники. За сутки в Самарской области зарегистрировали 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 52 664. Такие данные во вторник, 16 марта, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Всего с начала пандемии из больниц выписали 49 105 пациентов. В регионе продолжается вакцинация против COVID-19. Сегодня прививку сделали артисты Самарского театра «Кукол», чтобы представления для юных зрителей были безопасными. Подробности в сюжете Марии Левиной. В начале марта отремонтированный Самарский театр «Кукол» вновь открыл свои двери для юных зрителей. Чтобы представления были безопасными, актеры и режиссеры театра решили сделать прививку от COVID-19. Это некая ответственность и перед семьей, и перед внуком. Кроме того, что это забота о себе, о своем здоровье и ответственность перед своими близкими, это еще и некая социальная ответственность. Для того, чтобы заполнить анкету и привиться, потребовалось всего 15 минут, рассказывает директор театра Ольга Дикушина. В третьей городской больнице прививочная кампания началась в середине декабря прошлого года. За это время вакцинацию прошли более 5000 человек. «Появилась такая возможность защитить себя и своих близких. В первую очередь мы стараемся приглашать активно на вакцинацию именно людей, относящихся к группам риска». Вакцина от COVID-19 двухкомпонентная. Это значит, что прививаться нужно дважды с разницей в две недели. При первом посещении пациенту назначают конкретную дату и время для повторной процедуры. Чтобы записаться на вакцинацию, нужно обратиться в свою районную поликлинику либо сделать это через портал Госуслуг. Мария Леевна, События. В правительстве России предложили устанавливать льготную ставку по ипотеке в зависимости от среднедушевого дохода в регионе. А цены на бензин с 1 мая будут сдерживать. Обо всем подробнее в рубрике «Новости экономики». Льготную ставку по ипотеке нужно устанавливать в зависимости от среднедушевого дохода в регионе, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, так можно будет поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере и создать для граждан стимул жить и работать в своем регионе. Среднедушевой доход в прошлом году в Москве составлял более 75 тысяч рублей. В Волгограде в три раза меньше. При этом ипотечная ставка одинаковая. Володин напомнил, что ставка уже снижена в регионах Дальневосточного федерального округа. Там ипотеку можно получить под 2% годовых, а есть программы сельской ипотеки под 3% годовых. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 15 апреля подготовить предложение по реализации программы в будущем. В России договорились о сдерживании цен на бензин с 1 мая. Правительство согласовало корректировки в формуле демпферного механизма, что позволит сдерживать рост цен на бензин в пределах инфляции. С начала года оптовая цена, устанавливаемая правительством на бензин и дизельное топливо, увеличивалась сильнее, чем цены на АЗС. Такое обстоятельство способствовало снижению рентабельности заправок. Демпфер работает таким образом, что при низких ценах нефтяники продают топливо внутри страны по высоким относительно мировых ценам, а разницу платят в бюджет. В обратном случае правительство компенсирует им недополученные прибыли. Текущий рост цен на энергоносители не позволяет одновременно сохранить рентабельность АЗС и удержать цены в пределах инфляции. В феврале Минфин уже признавал необходимость корректировки, но указывал, что она потребуется не раньше 2024 года. Однако в марте правительство признало, что действовать нужно уже сейчас. Курсы доллара и евро ослабели по отношению к рублю. Это отличный повод скупать валюту, чтобы в перспективе заработать, уверены финансисты. Бивалютная корзина в будущем не опередит индикаторы для рубля. Рубль по отношению к американской валюте укрепляется уже шесть торговых сессий подряд. Предпосылок для его ослабления практически нет. До конца марта, по мнению экспертов, экспортеры будут продавать валюту, и доллар может упасть до 70,5 рублей. Экономисты прогнозируют, судя по наметившейся тенденции, доллар может опускаться до показателей лета прошлого года. Курс доллара на 17 марта – 72 рубля 96 копеек. Евро – 86 рублей 98 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 68 долларов 6 центов за баррель. Справились коллективно. Первая поликлиника в городе, куда начали поступать больные с COVID-19, сегодня принимает пациентов, которые выписались. Самарцы приходят, чтобы сказать спасибо врачам из красной зоны. Как за год продвинулась медицина в лечении новой коронавирусной инфекции, узнала Мария Левина. Евгения Леонтьевская уже свыше 10 лет спасает людей. Девушка выбрала для себя профессию врача-инфекциониста. Настоящий вызов, как специалист, врач приняла в марте прошлого года. Когда в поликлинику, где она работает, начали поступать первые в Самаре заболевшие COVID-19. С точки зрения пациентов, это также было им тяжело, когда это неизвестная инфекция, непонятно, что в конце концов произойдет, какое будет их состояние. Конечно же, все переживали, все были в стрессовой ситуации. С пациентами зачастую приходилось работать как психолог, объяснять все доступным языком. Дежурить и следить за состоянием больных приходилось по 20 часов в день, рассказывает Евгения. На счету у врача около 300 спасенных жизней. В целом, в отделении, в котором трудится команда из 30 медиков, спасли больше 4000 человек. Сегодня заведующий отделением вспоминает, как все начиналось. Период был сложный. Год мы отработали в условиях, непривычных для нас, даже для инфекционистов, работая в средствах индивидуальной защиты, в противочумных костюмах. Фотографии самарских медиков в противочумных костюмах, которые сделали самые первые пациенты, разлетелись по всему миру. Сегодня переболевшие коронавирусом самарцам приходят к врачам из красной зоны с благодарностью. Денис Кистринь попал в больницу в апреле прошлого года, когда вернулся из-за границы. Через три недели после возвращения поднялась температура. Думал, пневмония. Оказался ковид. Мужчину отправили в реанимацию на 10 дней. Со мной дежурили интерны. И мне давали, конечно же, какую-то невероятную терапию. То есть бесконечное количество капельниц, уколов в живот, какие-то таблетки. Медики – это просто колоссальная работа. Я им бесконечно благодарен. То есть это, ну, конечно, без лишнего пафса действительно это был подвиг. Сегодня в инфекционном отделении работы меньше не стало. Эпид-обстановка в городе стала чуть лучше. Дополнительные госпитали закрывают и оставшихся больных определяют сюда. Врачи продолжают стоять на страже здоровья самарцев круглые сутки. Медики убеждают не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и избегать мест массового скопления людей. Мария Леевна, Николай Епифанов. События. Удивительная история спасения и выздоровления. Своё второе рождение отметил заведующий отделением пульмонологии одной из самарских клиник. Пациента, самого медика, доставили в больницу с коронавирусной инфекцией и поражениями лёгких в 90%. Шансов выжить практически не было. Но врачи совершили невозможные. Об истории чудесного спасения репортаж наших корреспондентов. О нелёгком течении болезни под названием новая коронавирусная инфекция Тангис Шотович знает не понаслышке. 42 года он посвятил медицине, а сейчас работает заведующим отделением пульмонологии в городской больнице номер 4. Однако вспоминать о днях, проведённых в реанимации, ему до сих пор страшно. Внезапно ухудшается состояние. Ты и так себя плохо чувствуешь. И вдруг на этом фоне ещё у тебя развивается кошмарная дышка. Ты не можешь дышать, у тебя боль в грудной клетке. И вот в таком состоянии, в тяжёлом, когда я не мог дышать, меня уже перевели в отделение реанимации, где всё и развернулось. Врачи боролись за жизнь пациента 2,5 недели. В случае такого тяжёлого течения болезни не единичны. Достаточно часто в отделение реанимации поступают пациенты с поражением лёгких 90%. Спасение таких тяжёлых больных стало возможным благодаря современным методам лечения. Безусловно, ведущую роль играет эта адекватно подобранная методика респираторной поддержки. То есть это те средства, так называемые, неинвазивные вентиляции лёгких. И второе, конечно, это современная медикаментозная терапия, которая, в первую очередь, повторюсь, направлена на подавление избыточной реакции организма на вирус. Самое страшное уже позади. Спустя 6 месяцев после реабилитации Тенгиз Бетонелли вернулся к работе. После перенесённой коронавирусной инфекции понимать, как помочь тяжёлым пациентам, врач стал лучше. Ольга Павлова, Ирина Балясникова, Константин Головин. События. Уникальная операция на запястье всего за 15 минут. Самая стала одним из пяти российских городов, где внедрили передовые медицинские технологии в области лечения кисти рук. Вместо больших надрезов хирурги делают небольшие проколы. Боль уходит сразу после медицинского вмешательства, а уже через месяц пациент чувствует себя совершенно здоровым. Тему продолжит Мария Левина. Первая операция у травматолога Никиты Князева была три года назад. Тогда молодой врач ей представить не мог, какие возможности появятся уже в ближайшее время. В прошлом году доктор проходил обучение у профессора из Санкт-Петербурга. После чего Самара стала одним из пяти российских городов, где оперируют кисти рук по уникальной технологии. Преимущество этой операции в том, что если раньше нам приходилось делать достаточно крупный разрез на кисть, сейчас мы делаем два прокола и все. Когда у человека есть такое заболевание, которое называется синдром запястного канала, когда они имеют пальцы на руке, рука болит, человек просыпается ночью от онемения, от боли, с утра не может работать, пальцы плохо двигаются. Ну, это сейчас очень распространенное заболевание, потому что все работают за компьютерами. Уникальную операцию хирурги проводят за 15 минут под местным наркозом. Боль уходит сразу после медицинского вмешательства. А через месяц пациент и вовсе не чувствует недомоганий. С начала весны самарцы могут прийти в клиники и очно проконсультироваться со специалистом. Больница вернулась в обычный режим работы после закрытия ковидного госпиталя на 200 мест. Опыт, наверное, извлекли все мы, что нужно быть готовым к вызовам, наверное, в любых ситуациях. И самое главное, это, наверное, все-таки то, что мы были в это тяжелое время вместе, и коллектив клиники, и коллектив отделений, кафедры, и наши руководства. Чтобы записаться на операцию, необходимо обратиться к своему лечащему врачу и получить от него направление, после чего записаться на консультацию в клинике. Посещать медучреждение необходимо в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Мария Левина, Константин Головин. События. Каждый третий вторник марта отмечается Всемирный день социального работника. В период пандемии новой коронавирусной инфекции волонтеры «Акции мы вместе» работают вплотную с сотрудниками социальных служб. Добровольцы встретились со своими коллегами по цеху, чтобы поздравить их с этим праздником. На встречу побывала наша съемочная группа. Свой волонтерский путь Елизавета Прохорова начала три года назад. Множество знакомств и интересных проектов. С начала пандемии коронавирусной инфекции девушка начала помогать пожилым и людям, которые входят в группу риска. В период пандемии, когда мы с этим столкнулись, мы действительно поняли, насколько это сложно, когда ты работаешь с людьми старшего возраста, помогаешь постоянно, то есть постоянно на связи, это эмоционально очень тяжело физически. Слова благодарности и небольшие подарки от добровольцев получили работники Центра социального обслуживания населения «Безымянский». Ежедневно его сотрудники также оказывают помощь пожилым людям, помогают в уборке квартир, доставке продуктов и лекарств. Ну, очень часто для бабушек, для дедушек нужно вот именно внимание, помощь и поддержка в чем-то, в совете, так как у многих нет ни родных, ни близких. Наши бабушки требуют внимания, не только бабушки, поэтому наш социальный работник, он и необходим, и важен, чтобы они полностью были и ухожены, и накормлены. Благодаря совместным усилиям социальных работников и волонтеров акции «Мы вместе» ежедневно удается обработать все поступающие заявки и помочь каждому, кто в этом нуждается. Михаил Ермоленко, Ирина Балясникова, Григорий Плешаков. События. Свой пятилетний юбилей отметила студия инклюзивного творчества. В центре занимается более 100 человек от 4 до 50 лет с разными формами ментальных и физических ограничений. На праздничном концерте побывала наша съемочная группа. Год назад Светлана Васильцова привела сына в студию инклюзивного творчества. Пока ребенок занимался вокалом и хореографией, мама тоже втянулась в процесс. Сейчас она детский тренер по танцам. Это то место, где вообще люди с неограниченными возможностями находят себя, реализуются в творчестве. Мне здесь очень интересно, я сама много чему научилась. Свой пятилетний юбилей студия отпраздновала концертом. Для гостей были подготовлены тематические фото-зоны, выставка и выступления творческих коллективов. Передали слова поздравления и от главы Самары Елены Лапушкиной. От всей души желаю всегда находить в себе вдохновение на новые творческие планы и их реализацию. В студии сейчас занимается более 100 участников от 4 до 50 лет с разными формами ментальных и физических ограничений. Сегодня здесь на постоянной основе действуют театральное, музыкальное, танцевальное и вокальное направления. Занятия в группах адаптированы под индивидуальный темп работы и особенности здоровья каждого участника. Самое главное это то, когда мы смотрим на наших ребят и понимаем, что все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы глаза светились. А их глаза светятся от чего? От того, что их признают зрители. Поэтому чем больше мы выступаем, тем больше мы радуемся. За 5 лет коллективы студии приняли участие во многих конкурсах и фестивалях, получив заслуженное признание, в том числе и на международных мероприятиях. Мария Елчан, Василий Кладашов, События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин